Я блогер! Пишись на канал! Через 40 минут посадка. Я уже в диком предвкушении, что же меня ждет. Уже завтра утром я буду в Дубае и буду снимать такую дичь, ребята. Так, спасибо. Доброе утро из Дубаи. Мы летели в пустыне и сели мы в пустыне. И сейчас нахожусь в одной из богатейших стран мира. Мы едем на рейндж-ровере SVR. О здешних Редстенках на нарушение правила дорожного движения. Штраф за превышение скорости в границе 30 км в час. То есть, если ты едешь 60, ты фактически можешь ехать 80, но если ты едешь 81, ты платишь штраф 8 тысяч рублей. Если ты превышаешь скорость на 50 км в час, то ты платишь 150 тысяч рублей. Если ты превышаешь скорость на 200, что-то там, короче, 200 км в час, то ты можешь заплатить 4 миллиона рублей. 4 миллиона, ребята! Вы понимаете, что это какая-нибудь там квартира в Люберсах? Чтобы проехать один отрезок дороги, нужно заплатить почти 1 доллар. То есть, мы сейчас доезжаем от аэропорта до центра города и выкладываем сколько? Только 250 рублей примерно. Курортная диета. Называется правило 3П. Питайся, прорвемся. Куда же Дубай без Роллс-Ройса Фантома? Даже если эта тачка 2003 года, все равно своей вальяжности и важности ей не отнимать. Вон еще один стоит, кстати, рядышком. Так, ребята, давайте посчитаем, сколько здесь Роллс-Ройсов. Раз Роллс-Ройс, два Роллс-Ройс, три, четыре. А, какая-то там Бентли. О! Это GT? Это много. О, какая она... Какая... Ну-ка, беги! Индус, у него очень рада, что выездила. Что-то... Что-то... У него как-то... У него такое лицо было. С чего начинается автосалон в Дубае? Это. Потом 6х6. Это рай. Это реально. Вот я сейчас вижу рай, у меня глаза горят просто. Видишь? Горят. Как не хочу это потрогать. Это нельзя. Это так манит. Это куча. Просто посмотрите на Ру. Я просто хочу, чтобы вы... Вот, чтобы вы прочувствовали со мной эту картинку. Я надеюсь, что вы сполна чувствуете сейчас через свои экраны, что я ощущаю. Это что-то просто нереальное. Акула современных технологий. Какой интересный мне лошадей. 230 лошадей. Спешл прайс. Ты накрываешься панорамной штукой. Вау! Тут весь подводный мир можно видеть вот просто как на ладони. McLaren. Это легендарная тачка. Просто легенда. Она никогда не устареет. Все детали. Все. Ей, кстати, нужно полировку фар сделать. Мы приехали на площадку проверять одного Астон Мартина. Вот здесь везде будет антихром. Сейчас она покажет свою мелодию. Интересный факт. У Астон Мартин ДБ-11 есть присоски на капоте. Выгоняемся. Ой, какие у нее сидения интересные. Что-то как-то я немного провалилась. Сейчас мы будем дрифтить на Астон Мартине ДБ-11. У всех Дубай ассоциируется с богатством, с нефтью, с золотом, с крутыми тачками. Что здесь только небоскребы, только богатые люди. Но я сейчас вам покажу совершенно иную сторону Дубая. Вот такой Дубай. Такой Дубай тоже. Такой, да, индустриальный райончик. Тут всякие находятся склады. Контраст заключается в том, что ты видишь небоскребы, находясь вот в этой точке, где, ну, не совсем какие-то обеспеченные люди живут. И вот этот вот контраст, когда ты видишь какой-то небоскреб, зная, какие люди в нем живут, и одновременно видишь вот это вот все. Ой, ее ведет! Ее ведет! О-о-о-о! Нормально! Опа! Опа! О-о-о-о! О-о-о! 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 Весь в месяц. Шашечки в месяц 50. Тут чем короче номер, тем ты круче на дороге. Три тройки. И я думаю, что, в принципе, этот номер стоит столько же, сколько и эта машина. Остается торжественное открытие. Чентенарио. Ламборгини. Посмотрите, какой у нее небесный цвет. Это тотальный эксклюзив. Ребята, это Бугатти Широн, с которой я сейчас сяду, и вы увидите, как он выглядит не только со стороны, а внутри. Ребята, это просто пушка. Так. Такое ощущение, что, сидя в этой машине, ты просто перед тобой стелется весь мир. Тебе уже ничего не надо. В принципе, ты можешь закрыть дверь и все. И умереть в ней. Это тачка, которая посади меня стоит, является одной из пяти сотен, которых всего выпустилось в мире. В ней заложено полторы тысячи лошадиных сил. А максимальная скорость, до которой она может дойти, 425 километров в час. Так. В Феррари Писта познакомимся. И посмотрите, какая она красавица. Сейчас заведем. Ребята, я сейчас нахожусь в Алкалом Моторс, и они мне предоставили эту прекраснейшую девочку, Феррари Писта, для того, чтобы я с ней немножечко поигралась. Поехали. Помните, я снимала тот самый московский Viana, который был доработан в московской компании? Так вот, я нашла его брата. Он стоит в районе 5 миллионов. Тот стоил 7 миллионов, я помню, точно помню. Воу! Да, это все происходит через такой вот монитор. Вот, это закрывается. И вот такая маленькая кофеварочка. А вон и выдвигается как раз-таки плазма. Так, мы сейчас находимся в Дубай Молл. Это самый большой торговый центр на всей планете. И это огромнейший аквариум, который находится прямо в торговом центре. Это чисто мы после того, как откатали уже все. Смотрите, это пираньи. Вот они такие страшные, на вид зубастенькие. Таких очень много в Москве, которые разъезжают на белых каенах 2012 года. Тут еще бобры. Это был просто нереальнейший день. Я за эти 24 часа еще не поспала ни разу. Самый низкий заряд батареек. Доброе утро по-дубайски, ребята. Мы сейчас едем по главной трассе в сторону пустыни. Будем там снимать красоту и живописные пейзажи. Мы сейчас едем на Астрада. Да. Это а-ля комфорт. Комфорт режим. Самый комфортный, самый спокойный режим. Самый спокойный режим, но даже несмотря на это все равно очень-очень хорошо слышится двигатель. Спорт эго. А курсы это, наверное, вообще... Более агрессивная коробка, подвеска и переключение, да. И курсы это вообще, если ты хочешь влететь в статусферу, да? Да, правда. 240. Ну, кстати, мне ощущается то, что ты едешь 240. Мы на локации. Я нахожусь сейчас в чистой пустыне. Здесь только дорога, я и там где-то Ламборгини, который едет на меня. Вау! Красота! Вау! Красивенный вид просто. Вот она, береги чистая. Она пишет «Корнинг спит лимит». Нет. Это что означает? Ничего. А, это она якобы тебя предупреждает, что лучше не гнать. Ну, ты прям, знаешь, такой чистый едешь вот так вот. Во! Тебя прям сжимает, это такая перекрустка, жесть. Мы, короче, вылетели на бездорожье на скорости 200. Жесть, просто в никуда, понимаете, да? Сейчас мы проведем небольшой эксперимент вот на этой песчанокаменной поверхности с лаунча, с лепестков. Меня оставили одну в пустыне. 21 день без воды. Очень, она очень четко держит дорогу. Она прям, знаете, сцепляется и становится с дорогой одним, единым целым. Все увидели «Феррари» и еще «Макларен 620С», и мы сейчас едем за ними. «Феррари», тут у нас «Авентадор С», тут у нас «Макларен 620С». В общем, полное собрание всех самых топовых суперкаров. Я тебе буду снимать на айфон, потому что моя камера решила дать немного того. Несколько вопросов Эрику. Первый вопрос. Где ты видишь блогин через 5-10 лет? Чуть-чуть. Почему в жопе? Ну, потому что если он пойдет так, как сейчас идет, он будет в жопе. А какой у него курс? Курс развития? Ну... Ты сама не видишь, какой курс? Тупиковый? Ну, я у тебя спрошу, ты не видишь, какой курс? Курс просто снимать все, что интересно и делать контент. Пока люди смотрят, это считается контентом. Ну, люди смотрят и «Первый канал». И федеральные новости тоже смотрят. «РЕН-ТВ», все. Дома два, почему до сих пор не сдох? Потому что это люди смотрят и людям это интересно. Людям нравится копаться в чужом грязном белье. Ну, то есть ты снимаешь контент, где можно покопаться в чужом грязном белье, да? Ну, не совсем. Я же снимаю тачки Это не чужое грязное белье Я вот у тебя поэтому и спрашиваю, что ты видишь Каждый видит свое, понимаешь? Ты же не можешь снимать все Ты не можешь говорить за весь контент Ты не можешь говорить за вкус всех людей абсолютно Можно говорить только за свое Если снимаешь про трусы, а кто-то снимает про космос То это разные люди будут смотреть Это же разный контент Как человек, который снимает про трусы, может говорить про космос? И наоборот, так? Ну, никак, все правильно Пока есть те люди, которые снимают про космос Тогда суть твоего вопроса должен быть другой Суть твоего вопроса должен быть Что будет с тестами тачек? Так? Что будет с тестами тачек через 5-10 лет? Вот Я надеюсь, мы начнем летать на них Летать? Скорее всего, конечно Я видела у тебя был тест какого-то хеликоптера Хеликоптера? Что такое хеликоптер? Вертолета Вертолет Да, я же летаю на вертолетах И снимаю параллели с этим Ну, такие легкие тесты Очень сложно, понимаешь? Ты на машине, вот на этой машине ты едешь быстро, да? И ты не можешь описать через картинку, рассказать Ты не можешь это показать Ты можешь дать эмоцию, улыбку, там, звук какой-то Эмоциональная подложка, она как раз-таки и показывает Но она не показывает Почему? Потому что, ну, потому что вот ты сидишь на сиденье Нажимаешь педальку газа, да? И у тебя вот куча вещей, которые ты испытываешь Ты не можешь это передать всего лишь через картинку и через звук У тебя всего два фактора Звук, картинка Звук, картинка Ты же не можешь запах передать Ты же не можешь передать температуру тела Ты не можешь передать пульс, да? Иммерсивность картинки, ее глубизна, насколько это можно почувствовать Это всего нет Да нет, дело не в этом Ну, ты понимаешь, что жизнь реальная и картинка по монитору Это разные вещи Конечно Есть понимание? Ну, попробуй жизнь реальную передай по картинке Как? Поэтому в вертолетах очень тяжело передавать вот это ощущение полета Знаешь, как? Мотоциклисты катаются на мотоцикле, да? Говорят, вот я люблю мотоциклы, а для меня это свобода Ты не поймешь мотоциклиста до конца То есть это нужно самому сесть Если ты сам не ездишь, да, ты не поймешь То же самое и на вертолетах, понимаешь, что на вертолетах ездят вот еще тут Слушай, а это тестовая машина? Тестовая машина поехала, нормально Пошел убивать Да ты че? У нас тут прям какой-то сюрприз Слушай, ни хера себе Удачи Вот сейчас будет электроавтомобили очень много Вот это будет прикольно Электроавтомобили? Да Ты их рассматриваешь как потенциальных соперников вот этого всего? Соперников чего? Соперников того, что... Соперников того, что... Ну, бензин? Ты будешь представить, какой-то бардак в голове вообще Представляешь, я говорю про спортивную машину Она говорит, я говорю, вот электрические машины скоро будут Она говорит, ты представляешь их как соперники? Соперники чего? Есть... Бензиновая тачка никогда не сможет быть полным соперником электрокара Потому что по выхлопу, потому что по всему... По всем внутренностям, по всем внутренним показателям Смешно, да? Ты понимаешь, что ты говоришь? Окей, обоснуй свою позицию, почему ты смеешься? Почему ты смеешься с моими мыслями? Даже глупо ты говоришь Тогда можешь пока мне вот это семантизировать? Ты видишь, что происходит с электрической машиной? Ну, они начинают приобретать какую-то массовость, массовый характер Так, о чем ты говоришь? О том, что становится все популярно Так, и ты законы видел еще, какие Европы пишут? Идет притеснение всех тачек, которые несут какой-либо экологический ветвь окружающей среде О чем ты говоришь? Ну, тебе, по крайней мере О чем ты говоришь? О том, что идет притеснение и скоро вымирание удачное? Нет, не притеснение, не вымирание идет Идет просто развитие вперед И технологии, которые к нам приходят со временем Они нам дают возможность сделать автомобили электрические Которых будет все больше и больше Они будут ездить дальше и дальше И это будет все дешевле и дешевле Сейчас Porsche сделали, Taycan Замечательная машина, супер Она гораздо качественнее абсолютно точно будет Tesla И на эту машину сейчас охотятся вообще все Для того, чтобы ее снять, вообще попробовать Ты горишь желанием? Конечно Если бы у тебя была последняя канистра бензина в этом мире На какую бы тачку ты ее вот На какой тачке бы ты ее сжег? Да, на Rolls На Rolls? Угу Не важно каком? Почему? На Кульни На Кульни? Да Хорошо Все, спасибо за интервью Было очень интересно вообще Авентадор S против 720 Я раньше стартанул, да? Давай без ланча попробую В завершении всех этих трассовых игр Эта девочка 720 S Я могу отдать ей первое место Она забирает свой гран-при Потом идет вот этот вот Перфоманте После него тачка Росима Которая показала себя очень хорошо на дороге Потом обычный Хуракан И в Феррари 428 она заняла самое последнее место Потому что она очень сильно тупила Она такая же, как и McLaren заднеприводная И в общем-то, ну, ничего особо значного Она, к сожалению, не смогла отводить из себя Мы пришли к выводу, что Авентадор Это абсолютно сырая тачка Это первое Второе Она непонятно зачем сделана Потому что Перфоманта не за глазом Но она быстрее фактически Авентадор просто вот тачка, которую Зачем-то сделали Она функционал какой-то определенный не имеет И свои преимущества над другими тачками Спорткарами тоже не имеет Но ее почему-то все покупают Вот как это? Это парадоксально, но факт Просто посмотрите, как это красиво Вот так меня провожает Дубай Ребят, он просто горит Дубай горит В самом лучшем смысле этого слова Дубай горит